Добрый вечер, меня зовут Григорий Заславский, мы открываем и начинаем нашу традиционную остановку на Беговой, которая проходит в центре драматургии режиссура Казанцева и Рощина раз в месяц. И сегодняшняя, которая проходит 22 февраля, мне показалось, естественно, в преддверии выборов президентских 4 марта посвятить, ну не буквально выборам, но в общем выборам, конечно, в определенном смысле тоже. И вот песня Мары, я голосую за мэра Гея, которая сейчас прозвучала, она тоже, видите, как даже наши певицы тоже начинают реагировать на все это, что-то такое сочинять. И дело в том, что вы сами обратили внимание, открывайте Mail.ru, открывайте там любой другой сервер, и первое, что вы встречаете, это баннеры, почему я голосую за пусто. Гергеев, Табаков, Чулпан Хаматова и все прочие. То есть совершенно ясно, что спрятаться от этого, не спрятаться, не скрыться, как пелось в одной песне старой. То есть все время, везде нас подстерегают выборы. И мне показалось интересным поговорить об этом, потому что действительно и раньше деятели культуры довольно активно принимали участие в политической кампании. Но мне кажется, никогда раньше это не вызывало такого сильного протеста, такого количества подозрений и предположений, а почему люди выступают за того или другого. И мне вообще кажется, что сегодня, может быть это ошибочное мнение, что сегодня в обществе происходит что-то вроде такой мягкой гражданской войны, чего бы ни хотелось, чтобы произошло и в этом зале. Я благодарю всех тех, кто пришел сегодня. Начну с этого, со слова благодарности. И с удовольствием представлю тех, кто сидит сейчас на этой части, которая условно все равно в театре эта сцена. Это два доверенных лица кандидата президента Владимира Владимировича Путина. Это художественный кандидат для театра «Шалом» Александр Семенович Ливенбук. Это пианистка, лауреат Шопеновского конкурса, лауреат конкурсов еще других очень многих. И член Президентского совета по культуре и искусству Екатерины Мечетина. Два доверенных лица кандидата президента России Сергея Миронова. Это прима-балерина Большого театра, народная артистка России Анна Антоничева. И это доктор философских наук, руководитель отдела специальных проектов Российской государственной библиотеки Ленинки Екатерина Неконорова. Здесь же политолог Борис Коголинский. И художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры. И художественный руководитель театра «ДОК». Автор спектакля, соответственно, «Час 18», автор спектакля «Семтябрь Дог» и многих других таких. Бергус Путин. Да, как известно, когда попросили прислать пьесу иностранца Михаила Угарова против Путина, то, конечно, тут и Дарья Уфлот тоже сгодился. Михаил Угаров. Ну и вот я бы, честно говоря, для начала разговора предложил и попросил бы наших сегодняшних гостей... О чем прощение извините? Я не прошу, я не прошу, я не прошу, это наверняка да. Не будет. Да. Алло. Да. И оказался нужен в стране. Мне вообще, в принципе, любопытно, как люди становятся доверенными лицами. И это, в общем, интересно. Да, потому что я сегодня открыл интернет, и вот политолог, публицист Георгий Ильичев прислал мне ссылку на вышедшую сегодня статью Александра Подробинника, посвященную 80-летию выхода в марте 1932 года знаменитой легендарной статьи Максима Горького «Скепа мастера культуры». Собственно, ленивый только, наверное, не обыграл самые разные годы советской и постсоветской эпохи название этой статьи. И этот знатный антисоветчик и диссидент пишет, что, ну как, не настолько же глупы и слепы табаков и так далее, что не видит вообще. И вот мне показалось, что это странно. Да, у нас сегодня вот ощущение, что если кто-то становится, например, доверенным лицом, или кто-то участвует в той или иной компании, то это за деньги. Вот они срубили деньги, и вот все. Ну, мне кажется, что раз вы пришли, то, наверное, это не только поэтому, или вообще не поэтому. И вы готовы рассказать, да, о том вообще, для чего вообще это нужно, что это может дать культуре. И еще тоже, мне кажется, очень важное, о чем хотелось бы поговорить, вы поддерживаете разных кандидатов. А, соответственно, значит, если чисто теоретически выиграл бы не один, а другой, или третий, или четвертый, или пятый, то можно предположить, что образ культуры российской будет немножко другой. И вы отстаиваете в том числе не только разных кандидатов, но и разный взгляд на будущее российской культуры, который может быть таким, а может быть другим. Может пойти в эту сторону, а может пойти в другую. Да, как встречался не так давно Путин с мастеральной культурой, и Глазунов Илья Сергеевич, как раз в доверенно-милиции, встречался, он ему говорит, что надо было поддержать реалистическое искусство. На что, читаю я и смотрю по телевизору, Путин говорит, думал, как бы мы уже запрещали, уже поддерживали реалистическое искусство, ничего из этого хорошего не вышло. Это я воля трактую его слова. Как вообще становится, и какой образ культуры вы в этом отношении отстаиваете? Как доверенные лица разных кандидатов? Можно? Да. Работает? Да. Конечно, нет. Раз. Раз, два. То есть, как всегда, должен работать только один микрофон. Работает, да. Вы знаете, первый раз я доверенное лицо. И странное дело, вот мы слышим про административный ресурс, который, безусловно, есть, у кого есть такая возможность. Если бы ты сегодня меня не пригласил, а это, в общем, абсолютно частное дело, правильно я понимаю? В государственном центре. Пока я нигде не выступал. Остается неделя рабочая. Никаких приглашений, назначений у меня нет. Так что, это не совсем понятно для меня. Зачем доверенное лицо? Трудно сказать. Теперь, как возникают эти кандидатуры? Думаю, что разброс идет по спектру разных областей знания, культуры, техники, науки. Я мог попасть в число доверенных лиц, скорее всего, как специалист, условно назовем, в вопросе межнациональных отношений. Вот этот вопрос оказывается сегодня самый опасный. И когда речь идет о стабилизации, о стабильности, о некотором неспокойстве в стране, об опасностях, это в первую очередь национальный вопрос. Ну, вы понимаете, что происходит и знаете, это глобальный вопрос. Арабский мир весь кипит, кричит, бушует. У нас Кавказ. Это проснулось национальное и националистическое движение, проснулось во всем мире. Видно, природа его настолько сильна, все хотят жить отдельно. Сепаратистские движения. Вот тут опасность растащить нашу многонациональную страну. Она явная. Я повторяю, дело глобальное. В Латинской Америке, где мне посчастливилось несколько раз быть, все жутко похожи. Один язык, почти одна культура, никто не хочет жить вместе. Пробовали, не получается. Даже дети, естественно, уходят от родителей. И, короче говоря, этот момент настолько назрел, что тут нужна очень продуманная политика. Первое, почему мне понравился Путин в этой связи, еще когда он был президентом. Он издал указ о национальных культурных автономиях. То есть, каждый народ, населяющий нашу страну, хочет иметь свою культуру, свою религию, свою историю, свой язык, свой театр или что-то похожее на это. Свои песни, свои танцы, свои обычаи, свою кухню и так далее. Этот указ все это узаконил. Каждый народ жестко теперь имеет на это право. Казалось бы, это так естественно, но закона не было. Конечно, я, как представитель малого и всегда гонимого еврейского народа, я его возлюбил. Ну, не за этим столом. Ну, слава Богу. Совсем немалого народа. Почему? Вы знаете, сколько евреев? Я посчитал давно. Евреев 18 миллионов в мире. Малый. Если умный, минуту. 18 миллионов в мире. Так эстонцы не входят в Россию. В России и в мире еврейский народ не составляет и третий процент. Просто он заметен очень, потому что мир живет по его законам, по законам Библии. Он в этом не виноват. Так случилось. Но это маленький народ. Ничего страшного в этом нет, но хорошо, когда большой. Теперь, что происходит у нас в этом плане сегодня. Если вы заметили, Путин в национальном плане ведет очень корректную политику. Привожу крайний пример. Скажите, представители какой национальности или вероисповедания террористов вы видели не мусульманина, а террориста? Очень много. Очень много. Кто? Назови. Достаточно много ситуаций, когда... Минуточку. А? Тихо, тихо. Ребят, не шумите. Или якобы ультравеевы. Примера довольно много, я сейчас по дату назвать не могу. Минуточку, но все сейчас, скажи, вот с чем, прости меня, с чем сталкивается наша страна, наше метро, и с чем столкнулись американцы в двух близнецах, где нет мусульманина? Все, другого. Очень много. Кругого. Тогда я виноват. Вы спросите, кто убил Маркелова? Мусульманов. Мусульмане убили Маркелова? И такой же, как ваш кандидат. Ужасно слушаем. Извините. Ребята, значит, это нормальная акция, потому что речь идет о выборах, по которым мы с вами десятилетиями соскучились. Мы никогда не выбирали. И никогда не приходил народ на обсуждение кандидата. Мы были абсолютно аполитичными. Как в анекдоте, Роминович, вы смотрели по телевизору заседание Государственной Думы? И так как же, конечно, конечно, смотрел. Ну и о чем они говорили? А я что, должен был еще и слушать? Никогда, минуточку, я не заходил. Никогда мы ничем не интересовались. И то, что сегодня к этому есть интерес, это наш с вами рост. Это нормально. Значит, повторяю по тезису. Я мог попасть в число доверенных лиц, думаю, только по линии национального вопроса, ибо в остальных я не Копенгаген. Тут я сталкиваюсь в этом. И мне повезло, потому что 24-й год работает Еврейский театр. Если кто-нибудь был, там нельзя не заметить, не моя заслуга, может быть, моя в малой степени. Человек приходит, и он себя чувствует комфортно, независимо от национальности. Абсолютно. Хотя театр специфический, еврейский. Мусульманин один у нас спонсор, в числе других. Так что это можно делать, но это очень непросто. Вопрос. Александр Семенович, я вас все-таки перебью, потому что давайте какой-то регламент определим. Сейчас только закончу. Да, хорошо. Ты там цитировал песню. Конечно, выборы есть выборы. Мы выбираем из чего-то. Так если по песне, я тебя слепила из того, что было. Я выбираю из того, что было. Пока все. Спасибо большое. Можно вопрос? Да. Я сейчас как бы не о еврейском вопросе, не о межнациональных отношениях. Это вопрос, в принципе, несколько левый. Мне просто очень интересно. Просто единственное, можно я предупрежу вас о том, что если вы сейчас задаете вопрос, то еще какое-то время будет говорить. Да, естественно. Но на самом деле там очень простой ответ. Это вопрос, в принципе, ко всем людям, которые являются доверенными лицами Владимира Владимировича Путина. Я могу прям зачитать, на самом деле. Потому что я могу сбиваться, если будут говорить свои слова. Ну, давай уже. Это получение. Заканчиво. А вы не могли бы представиться для дальше? Я Володя Баграмов, актер, театр ДОМ. Говори. Смотрите. Вот позавчера был запущен сайт, что сделал Путин. Запустил его в ДИНА России. И проскочил такое интересное сообщение, что в целях избирательной кампании Владимир Путин встретился с губернатором Челябинской области Петром Ивановичем Суминым. Ну, это вот буквально было на днях. И дело в том, что Сумин умер год назад. А сообщение проскочило сейчас. Оно достаточно подробно описывается. Расскажите мне, вот ваш кандидат, которого вы представляете, он действительно общается с мертвым? Или это трэш? Не думаю. Значит, как врач по образованию, я не вижу у него таких клинических признаков, чтобы он мог совершать такие ошибки. То есть, получается, это его команда, да? Я не говорю. Вы в том числе. Я не говорю этого. Я не знаю. Если ты знаешь, расскажи. Я не знаю. Думаю, что... Можно судить от человека по команде, которую набирали. А ты уверен, что это команда? Нет, я уверен, что это команда, потому что... Сейчас. Не минутечку, друзья. Значит, я вам должен сказать, что явно наивно, поскольку я человек из советского прошлого, полагал, что наш лидер страны, он скомандует и порядок. То есть, он скомандует, напишите просто... Минуточку. Минуточку. Вы хотите скомандует, положите амфоры, да? Я их полезу. Достану все, потому что с древнедичных... Нет, ты не дослушал. Не дослушал. Вы не отвечаете на вопрос. Я ответил, я не знаю. Вы не знаете, что это значит. А что вы хотите предполагать? Да. Понимаете, что вы не знаете? Так, против, Вера, ну... Ответ не знаю. Я хочу... Я не знаю. Ответ не знаю. Это какая-то жутко странная вещь, которую здравый, не больной человек никогда на свою голову не сделает. То есть, получается... Простите, пожалуйста, все. Вы задали на мой... Здравые люди, что ли? Я не знаю. Володя, Володя, задали. Если ты знаешь, объясни. Вы хотите еще 10 раз душу? Нет, я не... Володя, Володя, я... Нет, я не задаю вопрос. Я с тобой согласен, что это ужасно. Я не допускаю мысли, что здравомыслящий человек, которым, я считаю, у Путина есть свои недостатки. Но он здравомыслящий. Не может не больной такое совершить. Ну, то есть, вы не встречаться с мертвым человеком... Не знаю. Не знаю. Застрелить, если есть чем. Спасибо большое. Это был Александр Левенбук. Можно, конечно, дать сразу же... Я последний, можно сказать? Вот, ребята... Так вы еще спрашиваете. И информация для размышлений. Значит, последний, как вот вы все знаете по поводу мусульман. Вот этот чемпион из Дагестана в драке убил... Мерзуй. Да, мерзуй. Мерзуй, мерзуй, мерзуй. Значит... Мерзуй, мерзуй хороший, мерзуй хороший. Ребята, я такой же зритель, телезритель, как и вы. Там нигде не проскакивает намека на национальную почву этой драки. Каждый день, к сожалению. Каждый день, к сожалению. Каждый день, к сожалению. Где-то в драке у нас кто-то погибает. Этот случай муссируется по телевидению ежедневно, а может быть ежечасно, не по одному каналу. В чем тут дело? Я не знаю. Я уверен, что это идет не от Путина. У него совершенно другая позиция в этом деле. Это ему крайне невыгодно. И когда речь идет об оппозиции, для нас это что-то эфемерное. Это только то, что может быть частично выходит на болотную. Оказывается, нет. Это не так. Я не знаю больше, чем сказал. Спасибо. Ну, в принципе, можно, конечно, дать следующее слово и передать Теремичистину. Мне кажется, что правильно... Лиш, вообще это не очень удачная идея была начать с кандидата Путина и продолжать. Давайте хотя бы через одного, да, Катя, чуть попозже. Да, я и говорю, я только что это сказал. Вы вообще не слушайте. Вы дослушайте хотя бы... Это правильно, я вообще не слушаю. Да, я хочу представить опоздавшего Владимира Симага, который был членом Компартии, был членом Единой России, пытался быть патриотом России, патриот ему не удалось. И остался. Да, остался патриотом беспартийным. Продюсер, кроме этого, еще и драматолог. Я член партии Единой России, зачем? Я член регионального полицовета партии Единой России, чтобы все понимали. А вы верите, что? Не, не доверен, я себя представляю. Не доверен. Практически. Не доверен. Я не получивши это. Я не член никакой партии не был никогда. Давайте тогда... Здесь есть за этим столом два доверенных лица Сергея Миронова. Но кто из вас? Анна и... Да. Да, на тот же вопрос. Как попали, как встали, и что вообще можно делать как доверенное лицо? Я получила приглашение от партии стать доверенным лицом. И первое, что я подумала, что я состоявшийся человек, как бы уже независимый ни от кого. Может быть, конечно, в какой-то поддержке у нас все люди нуждаются в стране. Но я считаю, что у меня достаточно хорошо состоялась и карьера, как бы и рост в театре. И меня не устраивает совершенно ситуация в театре. То есть, ну, все летит куда-то... В большом. В большом театре, да. В последние четыре года особенно просто летит, не задумываясь про гости. И поскольку я наслышана о Сергею Михайловичу, что он очень много занимался культурой, и он очень хорошо посещает театры, это немаловажно совершенно для театров. То есть Владимир Владимирович очень мало посещает, по крайней мере, за мою творческую деятельность. Только его жена была на моем спектакле один раз. Больше я про него не слышала. Сейчас, слава Богу, вот на открытии сцены все-таки тоже президент у нас присутствовал. Вот поэтому я решила, что если мое имя понадобится Сергею Михайловичу, я с удовольствием поучаствую в его поддержке. Можно сразу же такой вопрос? Ну вот мы же понимаем, что, скорее всего, 4 марта победит не Миронов. Ну, получит, может быть, какое-то количество голосов, а театр все-таки у вас такой, он, ну... Президентский. Да, президентский. Не боитесь ли вы, что вы окончательно лишитесь вот всех вот партий, которые танцуете? Вот в этом смысле. Если что победит эта партия, то вы своих партий лишитесь. Вы знаете, я считаю, что мое положение сейчас находится за гранью понимания артиста, народного артиста в этом театре. Поэтому, если они у меня заберут еще корочки, и я не смогу войти, это будет последнее, что можно мне сделать, как было в этом театре плохого. Понятно. А вот насколько, да, на работе вы агитировать не можете? Или как вот вы... Ну, почему, все, кто вокруг меня находится, люди все знают, что я доверенное лицо Миронова. Это об этом знают все мои друзья, кого я знаю, с кем я общаюсь, все об этом знают. И вот вы приходите на работу, там мимо идет Катя Шипулина, там или кто-то еще. Вы ее останавливаете и говорите, Катя, за кого ты будешь голосовать? Она говорит, я вот там, на самом деле, вот буклетик. Ну, нет, другое положение. Да, я шучу, естественно. Но как вообще это происходит? Да, вот как вы можете какую-то свою позицию, или там вам Миронов говорит, хорошо бы, завтра я еду на... Ну, ЗИЛ не работает, АЗЛК не работает. Ну, то есть в Москве вообще ни один завод не работает. Ну, я не знаю, там, наедем в ЖЭК. Вы знаете, сейчас настолько на личной заинтересованности, на личных каких-то симпатиях вся жизнь находится. По-другому просто ничего не происходит. То есть то, что считает один человек, как бы в театре, который отвечает за коллектив, то и будет происходить. Нет, я уже... Изменить ничего нельзя. То есть, и как бы, естественно, Катя Шипульна будет на своем мнении, на своей жизни строить позицию, за кого она пойдет голосовать. Это все. Нет, я имею в виду, а вот как вы вообще можете вот это свое представление о том, что в Большом театре последние 4 года все не так? Как и вы можете это проартикулировать, я не знаю, не в Большом театре, а на какой-то из площадок, куда вы можете поедть? То есть, да, ну, может вас, Миронов, поедемте выступать. Как вообще строится ваша политическая жизнь в этом смысле, как доверенного лица? Я с удовольствием поеду и выступу. Но просьб таких не было. Что? Вот здесь, да. Пожел. Ну, да. Могла бы здесь выступать. Тоже еще не выступала? Нет, не выступала. Интересное дело. То есть, получается, что доверенные лица, они пока что... Да, сейчас же актерам не разрешают принимать именно в таком смысле участие в поддержке. То есть, как это мне... Вот я же открываю, я говорю, я открываю БЛРУ и вижу... Да? Профессионально. Профессионально. Это считается сейчас полутора. Я зато... Что имею в виду? Что? Профессионально участие. В прошлые выборы. Можно я думаю, что поеду? Да, да. Поставляете вашу... Да, Галина Тюрина, советник по культуре Сергея Миронов. Я думаю, что... Журналист. Я думаю, что перед Вадиме, которые 10 лет с Мироновым работают. И она вполне расслаблена. А вы взяли Анечку, которую я лично предложала. Но, естественно, я сама к этому не войдет и шла. Более того, Сергей Михайлович, услышав об этом предложении, он дадал вопрос. А мы, девочка эта, не рискует своей карьерой, своим положением. Может, мы ее не будем? Взяли в нашу компанию. Когда я уже сказала Анне... Хорошо, может быть, мы ее не будем встягивать в нашу компанию. Анне сказала... Нет, я ничего не боюсь. Я уважаю Мирона. Я просто говорю то, что буду на самом деле. И поскольку у нас времени совершенно мало, у нас нет возможности устраивать какие-то культурные акции, но мы их будем устраивать, а они-то не будут задействованы. Мы просто не можем сейчас, как говорится, развелнуться. Вот зрители культуры, так же, как, наверное, и Единая Россия испытывает, тоже такие же проблемы. Но мы сейчас их, так как-то, по большому счету, не можем их использовать. Кроме того, насколько они могут, сколько их будут агитировать. Каждый в режиме... Михаил Угаров. Вы сказали, что артистам сейчас запрещено... Да, да. Вот это интересно. Поясните. Потому что мы все время видим выступления каких-то артистов. Нет, они сейчас не могут с кандидатами поступать. То есть он будет расцениваться как агитация, как подход к избирателям. То есть Пугачева с Макаревичем вдвоем могут, а вместе с Прохоровым не могут? Да. А я не знал. Я тоже не знал, я хочу... Что? Может, поэтому меня никуда не зовут? Да, давайте вот Светлана Анатольевна Кузнецова. Да, тоже доверили. Я не знаю, что Светлана Анатольевна Кузнецова, что так получилось. Но у меня такой... Дорогий меня сегодня пригласил в качестве ректора университета профессиональной политики. И на самом деле я думаю, что я могу ответить на вопрос, каким образом люди становятся доверенными лицами и зачем доверенные лица нужны. Каждое доверенное лицо, вообще-то, в теории, это мини-кандидат. То есть это клоны. И наша функция донести до людей, до ближайшего окружения, до избирателей, которых мы лично не знаем, через дебат, например, позицию нашего кандидата в президенты. Почему мы считаем, что наш кандидат это тот самый человек, который способен возглавить страну и не просто ее возглавить, а быть эффективным на посту президента. Я хочу сказать, что когда меня спрашивают, Сергей Михайлович, вот мне лично предложил стать доверенным лицом. То есть это не было... Нас никто не обязывал, хотя я с ним работала в качестве советников в Совете Федерации. И я восприняла это как честь. Почему? Потому что я понимаю, что человек такого уровня, который понимает, что политика должна быть профессиональной, что не должно быть там любителей и дилетантов, который, когда я пришла к нему с идеей создания университета профессиональной политики, но на уровне партии, сказал мне, нет, Света, это дело нужно стране. Не должен быть этот университет партийным. И когда меня спрашивают, а почему ты считаешь, что надо голосовать за Миронова, я отвечаю, потому что я его уважаю как личность. Его профессиональные качества у меня не вызывают вопросов. Но как личность ни разу в жизни не было такого, чтобы он не позволил мне высказать свое мнение. А это важно, когда человек не принимает идеологичные решения. То есть... Это пошла, да, пошла агитация, да. Ну, это к вопросу о функциях доверенных лиц. То есть доверенные лиц. Ну, шансы посмотрим. Нет, ну шансы, вы же понимаете, что шансы... Ну, я вам сказала, что я хотела сказать. Вы же можете спросить. Вообще, вы страшное явление открыли для нас, потому что клонирование кандидатов, это означает, что и Жириновского тоже. Я хочу обратиться в первую очередь к представителям партии «Единая Россия». Да, к вам. Дело в том, что есть страны классической демократии, где либористы сменяют консерваторов, республиканцев, демократов и так далее. Я лично воспринимаю ситуацию, которая происходит в России, следующим образом. Сейчас мы имеем место с оккупационным режимом. То есть, по сути говоря, «Единая Россия» — это оккупанты, которые живут строго по законам, которые мы видели в 43-м году, так сказать, когда рейс «Хальца», рейс, как они назывались, «Гауляльтеры», так сказать, выстраивали свою сеть и, по сути говоря, управляли страной, вывозили все ресурсы в Германию. Сейчас то же самое делает команда Путина, которая... «Единая Россия» — команда Путина. А это практически «Единая Россия» — команда Путина, он ее создал, по сути говоря. Единственное, простите, я вас перебью, что когда Дима Губин назвал в эфире «Вести ФМ» Валентина Ивановна Матвиенко «Гауляйтером Петербурга», его, как известно... «Его, как известно, тут же уволили». Проговорились. Проговорились. И культура нужна этому режиму только для того, что, как команда балалаечников, которые, так сказать, работают при зондеркоманде и развлекают, так сказать, одну или другую сторону. Вопрос в следующем. Вопрос в следующем. Когда... Вот в данном случае это мое понимание, я его скажу за свою точку зрения. Когда эта точка зрения обретет больших сторонников, люди поймут, что... Мне кажется, что я вижу больше, чем это фасад нам показывает. Я стараюсь заглянуть то, что стоит... Чтобы не занимать время, я не буду расшифровывать. Когда это станет достоянием общественности, так сказать, как люди, которые сейчас фактически обслуживают оккупационный режим, как они будут в этом случае... Ну, совесть-то, наверное, так пробудиться когда-нибудь. На мой взгляд, я прошу прощения, что я взял на себя функцию, поскольку... Вопрос в том, что вы от «Единой России», поэтому... Единой России, да. Единой России не отвечает. Значит, я могу вам сказать, что вы нарисовали точную характеристику однопартийной системы, которая существует сегодня в России, потому что все остальные партии, даже учитывая блестящий опыт профессиональный Миронова, где нельзя назвать партию. Это как бы структура одной партии, у которой есть небольшие вот группировочки, которые, ну... Я же отвечаю... Может быть, и неправда, мы же точками зрения обмениваемся, а не пытаемся друг друга в чем-то увидеть. Я высказываю свою точку зрения. В чем я и высказывал публично? Дело в том, что сегодняшняя политическая система, она состоит таким образом, что все партии, которые существуют и регистрируют, это суть батальон, хотите считайте, взвод, дивизия, там, администрация президента, которые выполняют вполне определенную функцию. Политической партией «Единой России» не является так, как КПСС не являлась политической партией, это была политическая система. Поэтому то, что описываете вы, по сути своей, это та самая советская система, когда есть одна партия и ничего другого больше не существует. Можно называть ее всякими обидными и оскорбительными словами, но суть от этого не имеется. Мы живем в условиях тоталитарного режима с этой партийной системой. И сколько бы ни говорили сородники и справедливости в России, что у них есть партия, если бы товарищ, близкий товарищ вашего лидера не сказал, чтобы пропустить партию, вы бы были сейчас не в парламенте. Но это очевидная вещь. Поэтому я думаю, что я ответил на наш вопрос. Спасибо. А совесть? А совесть – это понятие не партийное. А совесть – это понятие не партийное. Что проиллюстрировать? Это я могу сказать, Гриш не доставать, меня 22 декабря выгнали и с Русской службы новостей, и с Сити-ФМ, и выгнали еще из Государственного банка, где я работал. Только лишь за то, что я написал статью в новой газете, где было написано, что у нас на самом деле произошла не фальсификация, а самый элементарный заговор с целью удержания власти. И я сказал, что наказывают людей уже не по 141 статье, а по 278, где 20 лет тюрьмы. Потому что, по сути своей, партия «Единая Россия» пыталась с помощью фальсификации, как инструмента, удержать власть для себя. Вот что я написал, за это меня вытерли. Вот поэтому по поводу совести. – А вы помните, чем закончились? – Это дискуссия уже. – Что это русский народ, когда он прослушивает, что он сделал с этим? – Коллега, я оценил вашу метафору, но я думаю, что она чрезмерно, она слишком сильная, поэтому я повторяю еще раз. Давайте воспользуемся, Ермин, однопартийная система, это проще. – Я, по-моему, доказал, что это… – Друзья, прости. – Что касается того, что деятели культуры обслуживают, перебор и обидные. Вот я руковожу театром 24-й год. Цензуры в театре нет. Почему вы смеетесь? Если никто из руководства, не то что страны, города за 24 года в театр не зашел. – Когда вы играете на балалайке, конечно… – Мы на балалайке, у нас еврейский театр, мы на балалайке не играем. – На еврейский балалайке. – На еврейский. Тум-балалайка мы поем. Я думаю, что в этом театре тоже нет цензуры. Здесь есть представители? – Да. – Есть цензура? – Нет. – Нету цензуры. Это величайшее достижение нашего времени. Дай Бог, чтобы оно длилось долго. – Но это же нормально. – Нормально. – Можно тоже… – Да, конечно. – Вы извините, когда вы говорите о том, что мы все балалайшники и вообще уничижительно отзываетесь о русской культуре нынешнего времени, вы меня простите, но это не как мне о культуре говорит Бог. – Балалайка тоже ничего. – Я пойму, что мне вот в эту сторону волнует. – Да, нет, Александр Васильевич, давайте поднимать руку, а не кричать с места. – Меня зовут Марина Перелешина. Я хочу просто спросить, посмотрите, все время доверенными лицами становятся представители творческой интеллигенции. – Не только. – Доктора и интеллигенции. – Ну, в основном. – Можно я вам рассказать? – Я их по пальцам знаю. – Я их по пальцам знаю. – Что вы даете вопросы? – Задать. – Позвольте мне сказать. – На здоровье. – Как минимум не вижу. – Так вот, представители творческой и другой интеллигенции, извините, я говорю. – А господин Говорухин буквально на днях сказал, что все эти, которые имеют разные мнения, и вообще вся эта интеллигенция – это говно нации. Извините, цитил. – Так вот, я хочу спросить всех тех, кто кого-либо представляет. – Скоро вас используют именно и нас всех. – Я, например, не считаю, что русская интеллигенция – это говно нации. И человек, который посмел такое сказать, посмел, мне кажется, что он не должен представлять какие-либо политические убеждения. Он может снимать кино хорошее, плохое, наверное. Или не может снимать. Другие вопросы. Но рассуждать на какие-то такие темы, по-моему, сейчас он не должен. И более того, мне казалось, что творческая интеллигенция, как и не творческая, должны были на это как минимум ответить. Я даю вам вопрос, как доверенным лицам разных кандидатов. Считаете ли вы себя тем, чем назвал вас извините? – Можно я попробую ответить на ваш вопрос? – Да. – И также ответить на тот вопрос, который был задан в начале Григорием, как становиться доверенными лицами. – На чём-то на это, потом на то. – Значит, с очень большим уважением отношусь к русской интеллигенции. Не согласна с тем, что сказал господин Говорухин. Ну, господин Говорухин возглавляет штаб кандидатов президента, вы знаете, чей. Значит, ну, таких людей выбирают себе в руководители штаба. Что я могу сказать? Дело в том, что среди доверенных лиц очень много разных людей. Количество доверенных лиц разное у всех кандидатов. Ну, насколько я знаю, у нынешнего нашего премьера где-то пятьсот, да, человек? – Пятьсот три. – Да, пятьсот три человека. У Сергея Михайловича намного… Сергея Михайловича Миронова намного меньше. Ну, потому что выбираются доверенные лица совсем, может быть, по другим принципам. Ну, вы понимаете, что в официальной власти активно очень используется административный ресурс, поэтому у них всего много. У них много людей, у них много доверенных лиц, у них много денег, у них много времени для того, чтобы себя пропагандировать. Вот я знаю десять лет… – А что вы, простите, они получают деньги доверенные? – Нет, 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 нет. Они не получают деньги. Я это говорю в контексте, что они привлекают очень много людей не только… – Но это деньги не нужно… – Ну, я не говорю, что они в принципе доверенные лица… – А тут заранее вас нет вносим в отношениях?! – Нет, нет! Я не говорю, что доверенных лиц платит… – Нет, 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 простите, Александр Петрович, То, что реклама на интернет-ресурсах стоит денег, и она там есть. Это зависимо от количества. Да, нет, но это стоит денег. Конечно, это стоят большие деньги. Просто почему Миронов не сделал себе 600 доверенных лиц? Я еще раз повторяю, что это зависит от кандидата. У каждого человека свое количество доверенных лиц. Ну, кому-то надо больше. Конечно, я же не спорю с этим. Конечно, это дело вкуса. Я лично знаю Сергея Михайловича Миронова много лет, 10 лет уже, вместе начинали делать партию в жизни. Я вот в каком-то смысле согласна с господином Семага, что многие партии в России, они действительно начинались как кремлевский проект. Действительно, когда родилась новая Россия, нового времени, надо было начинать это делать. И это, в общем-то, пошло оттуда. Но потом события развивались совершенно другим способом. И я вот смело могу сказать, что за 10 лет вот эта наша партия жизни, которая затем слилась с партии пенсионеров и с партии Родины и стала сейчас совершенно самостоятельной политической силой. Сергей Михайлович вырос как политик за это время просто очень здорово. И, вы знаете, я считаю, что у него как раз при определенной поддержке населения был бы очень хороший шанс привести страну агитацию. Извините, пожалуйста. Извините. Да, так вот я тоже хочу сказать... Извините, ты не обращайся. Да, простите. Его не видно, потому что вы видите, какая идет кампания сейчас на телевидении. Все кандидаты, президенты выступают и говорят о том, что время поделено очень несправедливо. Вот когда мы заговорили о доверенных лицах, вы, наверное, знаете, что есть даже законодательство, да, у нас избирательное, и там написано, что если человек находится на государственной службе и он является доверенным лицом кандидата, он должен на это время взять отпуск. Значит, ну, вот, допустим, мы здесь присутствующие, мы не являемся государственными служащими, а вы считаетесь. Я вот не считаюсь, поэтому я могу... Нет, нет, это бюджетное учреждение, но государственными служащими не являются ее сотрудники. Владимир Владимирович является государственным служащим, как вы знаете, он премьер-министр страны, да, и он может себе позволить взять, вот, и сделать так, чтобы его с утра до вечера показывали по телевизору как премьер-министр, а потом он берет на один день отпуск, якобы, значит, вот, для того, чтобы позиционировать себя как президента. Ну вот, поэтому здесь очень много несправедливости. То, что не показывает других кандидатов президента и показывает мало, это неправильно. Те дебаты, которые вот по первому каналу идут, вы знаете, они идут с 18.15 до 18.45, когда, в общем-то, это не прайм-тайм, и основное население, к сожалению, их не видит. Вот, поэтому меня Сергей Михайлович тоже пригласил стать доверенным лицом. Денег за это никаких никому не платят, это такая вот, ну, общественная, что ли, да... Что? Ну, вы знаете, что, вот, вы бы, может, попросили, а я бы тоже считаю для себя, что это просто честь, представлять такого человека, как Сергея Михайлович Мирона, быть его доверенным лицом. Значит, в принципе, записывался Борис Кагабинский, потом Михаил Лугаров, но пропустим Екатерину Мечетину. Да. Потом Борис... Я хочу добавить, по сути, заданного вопроса, и просто, может быть, не все слышали конкретное высказывание Говорухина, а речь там шла о том, вообще-то это была цитата из Ленина, вот те самые слова, о которых вы сказали, это цитата из Ленина. И Говорухин говорил о том, что он бы не советовал своему кандидату опираться на либеральную часть интеллигенции, потому что она, по сути, своей предательская, а есть другая часть интеллигенции, это истинная интеллигенция, и вот на нее он бы советовал ему именно и опираться. Так что вот это просто маленькое фактическое уточнение. Нет, 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 то, что это цитата Ленина, это абсолютно точно. Иногда, когда говорят про патриотическую либеральную интеллигенцию, мне очень понравилось свое время на чрезвычайном снижении сервисов генетоградистов, когда Никита Михалков, пытаясь опорочить своего оппонента Виктора Матезена, взял выходные данные кредитной карточки и сказал, вы видите, у него карточка аккредитована в банке Нью-Йорка. То есть, я не знаю, те люди, у которых есть кредитные карточки, они все знают, что все карточки, они аккредитованы в основном, почти 100%, с виртовской системой аккредитованы в Банках Нью-Йорка. Поэтому, я вообще не знаю, как они будут делить. Как он в новом условии. Ну, вы-то знаете. Тут мне все равно не ответственный вопрос. Как бы не была эта фраза, как бы не была эта цитата в данном случае сказана, я это слышала, как раз, я знаю, что я спрашиваю. Дело ведь не в этом. Дело в том, что она сейчас звучит так, как звучит. То есть, вы считаете, что можно сегодня интеллигенцию, поделив на либеральную, на либеральную, не либеральную, назвать кого-то тем, кого назвали, а кого-то тем, вот вы доверенное лицо, вы извините, не, а я не доверенное лицо, я вот это. Я еще раз вам повторяю факт, который прозвучал в речи Говорухина. Я говорю, что это встречается так. Он ссылался на Ленина, который разделял таким образом интеллигенцию. Это не значит, что сам Говорухин ее разделяет таким образом, или тем более наш картинатор. Вы сейчас еще про говно скажете, два слова про говно еще скажете. Это моя тема. Значит, я хочу сказать только об этом. Я знаю Станислава Сергеевича Говорухина с 93-го года, дважды снимался у него в его фильмах. Это больше, чем вот Екатерина Васильевна, знаете, о Кемерове. Да. Что я хочу сказать о ситуации с Говорухином? На мой взгляд, он сегодня работает в строго определенной линии, которая может быть охарактеризована следующим образом. Есть люди, которые хотят раскачать лодку с этой крысой, которая тошнит. И есть люди, которые их хотят. Вот, в принципе, разделение его таким образом. Он сделал это с помощью яркой броской цитаты. Бог ему судья за эту позицию, потому что, на самом деле, мы все с вами прекрасно понимаем, что интеллигенцию поделить нельзя. Потому что есть слово одно интеллигент. А какой уж он там серый, зеленый, желтый, оранжевый, такого быть не может. Я считаю, что он совершил эту ошибку. Но здесь есть одно очень важное обстоятельство. Вы же говорите все время о том, что люди искусства приходят в политику для того, что... Мне кажется, что большинство людей, которые пришли поддерживать моего тезку, они все-таки, числа людей искусства, они все-таки уже состоявшиеся и достаточно обеспеченные люди. И самое главное, неплохо живут при этой власти. Ну, возьмите Хазанова. Хазанов жил тогда, когда он поддерживал Горбачева неплохо, он жил неплохо, когда он поддерживал Ельцина, он живет неплохо, когда он поддерживает Путина. Поэтому вполне естественно, он поддерживает самого себя, вот свой тот уровень и статус, который ему очень нравится. И когда приходят люди из либеральной интеллигенции, говорят, вы знаете, а по-моему, надо какое-то другое положение ввести в отношении финансирования театра, он боится. Он боится, говорит, нет, 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 я запутан. Поэтому это вполне человеческая позиция. Я думаю, что да, мы здесь все согласны. Ну, человек смертен, живет. Слава Говорухину. Ему нужны деньги на кину. Кто ему дает? Никто не дает. Ему давали деньги, при Юрии Михайловиче, сейчас Юрия Михайловича нет. Вот беда в том, что Юрия Михайловича... Кстати говоря, интересный факт. Юрий Михайлович, я прошу прощения, Юрий Михайлович, это человек, который является кавалером ордена, вот четырех степеней ордена за заслуги перед Отечеством. Чтобы было понятно, это вот у маршала Жукова, ну вы помните маршала такой, четыре героя Советского Союза. Вот таких людей, которые являются кавалерами ордена четырех степеней, у нас в стране три человека. Четыре. Больше. Десять. Ну, чем десять? Десять, десять человек. И вот одного из этих десяти вдруг объявляют самым большим жуликом всех времен народа. Спрашивают только об одном. А где вы раньше были? Ну, мы все это спрашивали. Борис Кузьминский, потом... Ну, во-первых, коллеги, господа и товарищи, я здесь, по-моему, единственный, кто не имеет отношения ни к кандидатам, ни к партиям, ни к тем пачек Единой России. Но... Коммунитно. Да и к коммунистам не имею отношения, и никогда не... А? Да нет, ну как? Если по идейному принципу, да? Вот. Но, да, но к никаким партиям, да? Потому что более никакой КПРФ, там никому другому. Вот. Не, я не оправдываюсь, я горжусь. Так вот, знаете, я вот слушаю, слушаю, и у меня закипает уже что-то внутри, потому что, знаете, вот называется «не могу молчать». Потому что просто вот идет такая дискуссия, которая меня поражает и немножко даже, я бы сказал, оскорбляет своим ходом своим, да? То есть даже не отдельными высказываниями, да? А вот постановка вопросов, тем, что мы обсуждаем, да? Тем, что мы обсуждаем. Мне кажется, это вообще нас всех в очень большой степени унижает. Даже начиная с разговора о том, что у нас гражданская война в интернете. Да какая там гражданская война в интернете? Да нету никакой гражданской войны. Есть, ну, в лучшем случае, очень громкая истерика или истеричная сплока с разных сторон, которая почему-то выплюснулась. Потому что сейчас уже есть электронные средства из кухонь, или там из каких-нибудь курилок, или из каких-то еще таких вот мест, которые были бы частными или квазичастными, да? В публичное пространство, не более того. Понимаете? И в этом смысле все пороки нашей общественной и, кстати говоря, частной жизни, все наши психологические комплексы, истерики, паники, глупости, наша поразительная политическая необразованность, об этом сейчас буду говорить отдельно, все это выплюнулось на всеобщее обозрение, прямо как говорил Петр Первый, чтобы дурь каждого всем видна была. Помните знаменитую формулу нашего великого реформатора? Ну, про цитату из Ленина сейчас не будем говорить, просто замечу, что Ленин это один раз бросил, так сказать, тоже в состоянии некоторой аффектации, потому что он писал много раз и говорил совершенно другое, но поразительно, что мы запоминаем только о чем? Мы запоминаем про говно, да? Вот это мы запоминаем. Что-нибудь другое, да, что-нибудь другое мы не запомним. Другие слова, другие мысли в голове не застревают, застревают, пролетают со скоростью света. Ну, хорошо. Ладно, вопрос поставили. А вот что же такое с доверенными лицами? Они вроде бы есть, их записали, а они не выступают. Что же вот такое получилось? Как такое несчастье может быть? Вы понимаете, а вы что думаете, что вас пригласили, чтобы вы выступали? Ну, тогда я вас жалею, господа. Потому что вас пригласили просто, чтобы вы дали свое имя. Больше от вас ничего не нужно. Все. Ну, вот извините, вот если вы не верите в это, то мне тем более вас двойнее жалко, понимаете? И здесь нет никакой нелогичности. Все логично и все нормально. Понимаете, вообще-то говоря, Леонид Михайлович Баткин мне в свое время, еще в советские годы, сказал замечательную фразу, что вот от нас, еще поздние советские времена, от нас, сказал он, не требует настоящей лояльности уже в Советском Союзе, вот в том, в 80-х годах, от нас требует, внимание, ритуального самоосквернения. Понимаете, вот, ну, пришел на портсобрание, руку поднял, не говорил никаких гадостей, да? Совершил акт ритуального самоосквернения. Спасибо, молодец, до свидания, иди занимайся своим делом. Так вот, понимаете, мы просто что сейчас увидели? Мы увидели коллективный акт ритуального самоосквернения на глазах у всего населения страны и у коллег. Собственно говоря, никак иначе понимать происходящее я не могу, и более того, на мой взгляд, проблема же не в том, что люди поддерживают Путина или кого-то другого кандидата. На мой взгляд, позорное и чудовищное дело является вообще участие в этих выборах по этим правилам. И, понимаете, меня тут поразила фраза, что мы никогда раньше не выбирали, стоп, внимание, то есть как никогда раньше не выбирали выборы, простите, у нас каждые 4 года или 5 лет, в том случае, сейчас начали сдвигать, да, выборы по определенному сроку проходят, и они все такие же. В этом смысле, кстати, проблема уже не с доверенными лицами или с политиками, проблема еще и с обществом. Мне все время говорят, у нас общество пробудилось, и чувство собственного достоинства людей пробудилось. Опять-таки, извините, а где вы были все эти годы? Вот у вас не было, не было, не было, не было чувства собственного достоинства, а потом раз, и в один прекрасный момент проснулось. Да, вот проснулось. Ну, так, по крайней мере, тогда винить и себя тоже, понимаете? Если вот у нас не было чувства собственного достоинства, оно проснулось только сейчас, началось с того, что все мы в позоре находимся, потому что нам всем должны, всем нам должны быть стыдно. Ну, разбудили, ну, помогли. Ну, понимаете, извините, но никто вас не заставлял спать эти годы, понимаете? Было его. А я ругаю, да. И считаю, что это, на самом деле, как минимум, должно быть у нас у всех. Некое ощущение, как минимум, дискомфорта. Потому что вот я проснулся, предположим, и думаю, боже ты мой, а где я проснулся? Смотрите, вот сейчас проснулся, и вот весь лежит в грязи там. И что он должен почувствовать? Он должен почувствовать, что, наверное, спит он, как минимум, и спал не там, где ему нужно было спать. И не надо было ему там находиться, где он находится. И теперь он сам оказался не там, где нужно. И должен выбираться оттуда. И это первое. Поэтому проблема, на самом деле, с обществом в целом, а не только с тем или иным кандидатом. Проблема с политической системой в целом. Потому что меня удивляют и даже возмущают слова о честных выборах. Не может быть при такой системе честных выборов. Мы не можем требовать честных выборов, когда изначально выборы не свободные. Честных выборов не бывает вообще. Оставим это, ну, считать можно честно. Понимаете, считать можно по-честному. Проблема в том, что выборы принципиально не свободные. Простите, коллега, я вот чисто, так сказать, лояльно молчал, пока все это слушал. А теперь хочу говорить. И понимаете ли, какая штука, когда нам показывают некий театр марионеток, и потом говорят, что зрительские симпатии неправильно посчитали между марионетками. И какой позор, мы все выходим, и зрители орут, пересчитайте голоса между марионетками, мы неправильно их посчитали, да? Какой позор, да? Мне кажется, что позор одинаковый у организаторов шоу, и у всех остальных это шоу пришел и требует пересчета голосов. Нужно сжигать театр, понятно же, да? В этом случае. Или не ходить в него вообще, как минимум. Ни в коем случае. Я говорю о театре марионеток, а у вас здесь живые актеры. Так вот, понимаете, как минимум нужно разбираться с театром. Ну, опять же, привожу старый скобрезный анекдот, что менять нужно не кровать, а девочек. Да? И в данном случае, ну, никаких других ассоциаций у меня не возникает. Понимаете? Только вот театр кукольный или бордель. Выбирайте, пожалуйста, что вам больше нравится. Дальше просто мы начинаем дискуссию. О чем? Мы начинаем дискуссию по национальному вопросу. Действительно есть национальный вопрос. Другой момент. Насколько у нас обожают дискутировать именно на национальном вопросе. То есть мы вот сейчас не слышали ни о состоянии дорог, ни о состоянии, кстати говоря, культуры. Потому что были какие-то общие слова. А я-то думал, что я приду сюда и послушаю. Как будут люди обсуждать, например, в федерале закон номер 83, который уничтожает провинциальные музеи, который в значительной мере уничтожает провинциальные библиотеки, который уничтожает, вообще-то, образование. Давайте поговорим о том, что у нас уничтожаются музыкальные школы в стране систематически. У нас уничтожаются школы художественного творчества. Все это происходит сейчас. И вообще-то здесь об этом надо говорить. А вот деятели искусства, я не деятелем искусства. Я, слава богу, с тех пор, как закончил Китис, этим безобразием не занимаюсь. Так вот, деятели искусства должны были в этом поговорить. Я вас помню. А они говорят о других вещах. Нравится или не нравится кандидат? Ну, нравится, ну, дело ваше, господа. Нравится так нравится, но это ваше личное пристрастие. А говорить-то в политике надо, не об этих мешах. Вы хотите услышать о том, что будет небольшой взятки? Это было выразумно. Но давайте дальше, понимаете? Почему вы, начиная вместо этого, говорите о национальном вопросе сейчас? Потому что это очень удобно. Это очень удобная тема, куда нужно спрятать все остальные вопросы. Почему я вот так? Кстати говоря, тут поразительно, только что вы слышали. Арабский мир и национальный вопрос. Причем здесь национальный вопрос. Как раз арабский-то мир. Социальная революция происходит. Нравится, не нравится? Наверное, не нравится. Но происходит социальная революция. То, что мы делаем, простите, арабы. Это другой вопрос. Террористы только арабы. Или только мусульмане. Простите, а кто убил Маркелова? Станислава, да? А кто? Тихонов? Ну, риторический вопрос. Тихо, да? Мы знаем. Или партизаны, что ли, террористы? Нет, не в этом дело. Я говорю, кто убил? Кто убивает астарбайтеров, мусульманов, впрочем, в Москве, да? Мы знаем. Да? Мы знаем конкретные уголовные дела. Фашисты. Я не договорил. Путин сказал, что терроризм национальности. Имеет. Имеет, как раз имеет. Но просто надо знать конкретно, что происходит. Сейчас идем в эту сторону. Хорошо. Нет, ну почему? Я просто говорю об уровне дискуссии, коллеги. Я говорю об уровне дискуссии. Мы будем говорить обо всем. Так вот. Что, сложно посидеть, что ли? Коллеги, я скоро закончу, и все успокоятся. Понимаете? Так вот. Говорит человек, я сказал вопрос, тогда мы пойдем. Еще один пример. Просто прошу прощения, сейчас всех пообижаю. Но я для этого здесь, наверное, нахожусь. Понимаете? Что такое университет? Университет, по-моему, профессиональная политика. Понимаете, профессиональная политика, это в Европе, в демократической стране, это оскорбление. Понимаете? Назвать человека профессиональным политиком во Франции или в Испании сейчас, это почти что плюнуть ему в лицо. Понимаете? Любой политик будет объяснять, что я на самом деле экономист. Я на самом деле специалист-политолог, может быть, пожалуйста. Я активист и лидер партии. Пожалуйста, потому что у меня есть свои определенные убеждения. Я их защищаю. Но профессиональный политик, политикан, который делает карьеру в чистой политике, это, простите меня, в демократической стране нонсенс. Вы можете представить себе в Оксфорде факультет или там в профессиональной политике, да? Который бы одновременно, простите, готовил либористов-консерваторов, коммунистов и фашистов. Вы можете это представить? А сенат, как ты теперь мечтал, он кто? Экономист? Он кто угодно, но он всегда себя представляет как кого-то, как кого-то профессионального, да? Но не политик. И я просто говорю, что готовить профессиональных политиков, значит, что у нас нет демократии. Понимаете? Потому что предположить, что можно готовить политиков для всех партий в одном месте, значит, по определению сказать, мы не хотим и не будем никогда иметь демократии. Потому что политиков могут готовить только в разных партиях, борющихся друг с другом, и только в борьбе друг с другом они могут стать политиками. И, наконец, последнее. Конечно, эта система, которую мы сейчас имеем, это, на мой взгляд, не тоталитарная система. Она однопартийно-авторитарная, с элементами игры в демократию. Можно назвать это так. Но есть одна очень большая проблема, что демократия начинается только тогда, когда в стране начинается холодная гражданская война. Это форма демократии. И именно потому, что у нас нет холодной гражданской войны, пока еще, она будет, я надеюсь, в ближайшее время. Поэтому пока у нас нет демократии. Спасибо. Спасибо. Можно я задал вопрос, наконец, вы поспели. Уйдет, я не знаю. Спасибо. Можно, спасибо. А что насчет Чулпан? Вот смотрите, она же недоверенное лицо, да, тоже. Она так просто, Чулпан Томатова, артистка, которая агитирует за Пустина. Вот интернет развалился, одни кричат, что ее заставили, другие говорят, нет, она сама. Мне насрать, сама она или заставили, честно? У меня другой вопрос, да. Есть 44-я статья Конституции, которая запрещает представителям благотворительных организаций, либо благотворительным организациям агитировать за некоего кандидата. Вот у вас, Чулпан Томатова, помимо артистки, с кем ассоциируется? У меня впечатление, что мы какая-то единая организация. Я такой же зритель и такой же обожатель Чулпан-Хаматова, как многие другие. Ужасно уважаю ее. Она впервые показала, что такое благотворительный фонд по-настоящему. Что касается ее, не знал. Она же не имеет права агитировать по закону. Давай ей об этом напишем. Так об этом все пишут. И один хрен она агитирует. Внизу написано Чулпан-Хаматова фонд подарит. Значит, она на это облокотилась. Я больше, чем ты, не знаю. Друзья, вы меня ради Бога извините. Сегодня так получилось, что на телевидении, которое должно было начаться утром, все перенеслось. Там вечер памяти снимается моего друга, 45-летней дружбы Михаила Танича, и я хочу туда успеть. Вы меня ради Бога извините. Если будет у вас какое-то еще собрание, я первый раз в этом театре, мне, во-первых, понравилось очень. Потом публика, я не привык к такому интеллигентному и возрастному составу. Если вы позовете, я приду с чем-нибудь более веселым. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы позволите, я все-таки вернусь к основной теме, потому что политика меня не волнует вообще. Хотя я руководитель одного из самых политизированных театров, театр ДОК. Я бы хотел говорить о театре и об искусстве. Вот что самое для меня волнующее и интересное. Потому что я сейчас наблюдаю, вот рядом со мной, постоянно происходит бесконечный разлом и раскол мнений, близких мне людей, которых я люблю, старших товарищей, которых я привык уважать, а вдруг они попадают в доверенные лица Путина, и я перестаю их за это уважать. Актеров, с которыми я работаю, один начинает мне объяснять, что вы так Путина не любите, как будто он жену вас убил. Я говорю, да хуже он, страну обосрал мою. Другой начинает тоже мне человек, как бы очень хороший актер, начинает мне объяснять, что он русский националист, хотя он с Кавказа. Тоже интересные варианты. Поэтому он за Путина. Вот. Разброс очень большой. То, что происходит в провинции, это еще страшнее. Я знаю, что там происходит с художественными руководителями и главными режиссерами театров, которые сидят под губернаторами, и если они не выбирают вот эту вот партию, и не выбирают быть доверенным лицом, они лишаются очень многого. Таких примеров полно. Крупный сибирский театр только что звонил, художественный руководитель рассказывает, он там в демонстрации участвовал в какой-то, его вызывает губернатор, говорит, слушай, у тебя же реконструкция идет. Ну, ты хочешь, чтобы она быстро? Или давай мы будем 12 лет? Он говорит, я хочу быстро. Ну, вот сделай вывод. Человек в шоке, мне звонит и говорит, слушай, что делать? Я говорю, а что я могу сказать? То есть им еще сложнее, чем нам, да? Деятелям искусства, вот там, вот моим коллегам, художественным руководителям, главным режиссером театров. Например, Николай Каледа. Николай Каледа, замечательный драматург, который сначала, он парень честный, я его знаю, не знаю, мы учились вместе почти, параллельно в Литинституте. Сначала он честно объясняет, почему он вошел в предвыборный штаб Путина, объясняет ту сумму, которую обещали его нищему театру. Потом он понимает, что то ли ему указали, он начинает, типа, делать вид, что это идеология. Вот меня волнуют эти вещи, потому что я знаю причины, почему очень многие люди вошли в штаб Путина, стали доверенными лицами, не по своей воле. Я знаю, вы, наверное, тоже знаете, все сплетни известны по Москве, почему, вот те же Олег Павлович, Александр Александрович, почему они там, ну и много, можно много назвать, и очень мало людей, которые идеологические. Их нет. Почему? Их нет. Нет, я, может, допускаю, что, может, и есть. Их нет. Ну, давайте в любом. Ну, вот, ну, хорошо, ну, вот, Екатерина Мечетина является доверенным лицом Путина. Ну, вот, я... Единственный вопрос, почему Павловича? Не знаю, сейчас, секунду. И, мне кажется, как раз вот эта вот история, то, о чем сейчас сказал Михаил Лугаров, что вот то, что там деньги, что-то такое еще, хотя мы прекрасно знаем, что против художественного театра было довольно серьезное уголовное дело, и оно было закрыто. И они на проблемы были? Ну, у Калякина были проблемы какие-то, что он женщин любит, но это не проблема. Это не проблема, это достоинство. Это да, да. Вот, но мне кажется, что вот так вот говорить о том, что этим людям что-то обещали, или что-то сделали, но это немножко... Обещали, не отберут. Вот, вы знаете, я прошу прощения. Ведь можно обещать сказать вот это, да? А можно сказать, у тебя есть что-то, да? Мы не отберем. И вот это тоже очень серьезный факт. Не потерять. Ну, понимаете, я видел очень интересные расклады по поводу фонда «Подари жизнь», но, с другой стороны, мне кажется, что... Ну, хорошо, но отберут у нее часть денег, да? Сбербан перестанет перечислять 0,3% с каждой операции. Ты знаешь, какие-то суммы? Я знаю, какие-то суммы. Да. А почему вы меня перебили? Ради суммы? Да, да. Что, господи говорили, что есть какой-то... Ради чьих? Нет, послушайте, можно я без микрофона, я нормально, так, как-то глупо очень, я себе дуракую чувствую. Нормально. Нет, паузу делали, я потому что все. Вот, нет, я хочу сказать о том, что вот, например, в театр до, да? Вы никто не пометили. Плевать мы хотели на эту политику. Но, поскольку вокруг происходит такая жизнь, она нас устанавливает. Вот сейчас молодой режиссер Юра Муравицкий замечательную фразу сказал. Российский театр никогда не отвечал на входящие вызовы. Второй молодой режиссер подписал снизу, что и никогда не перезванивал. И вот вы поймите, это правильно. И если мы существуем с сегодняшней реальностью, с тем, что происходит сегодня, вдруг театр вынужден становиться чуть ли не политизированной какой-то площадкой. Потому что мы тоже хотим быть честными перед своим временем. Да? Это важно. И плюс к тому, смотрите, какие стилистические средства нам навязываются. Я забыл, кто это говорил, знаменитую фразу, что у него расхождение на советской войне. Это стилистические. Посмотрите, какие я, например, не навижу эстетические. Да, стилистические и эстетические. Я ненавижу метафору, я ненавижу гротеск. Это отработанная история 20 века. Гениально отработанная. Хватит, до свидания. Но посмотрите, что мне навязывает. Это что? Как это называется? Это вот история с ауфорами. Вот это что? А то, что сейчас вот Володя Баграмов «Встреча с покойным губернатором». Это какой жанр? Понимаете? Бога. И этот жанр нам транслируется. А мы ушли уже в жанре. Мы уже опередили и работаем в другом жанре. Что теперь? Возвращаться, что ли? Да? Работать в памфлете. Потому что жизнь вдруг диктует вот этот памфлет. И, конечно, моя симпатия на стороне людей, которые стилистически существуют в современном сегодняшнем дне. А это, прежде всего, конечно же, мне кажется, анархические все вещи. Прежде всего. Потому что понятно, что те кандидаты, которые существуют на сегодняшний день, мне понятно, что... И многие вот актеры говорят, что ну хорошо, четвертого мы пойдем за собой. Да, мы пойдем. За кого? Да? И у меня приходит решение. Давайте голосовать за самого безнадежного. Да? Во-первых, не отдать мне. Я не называю фамилии. Каждый решает сам. Нет, я все-таки говорите. Во-первых, не дать мне Путину. Кто на ваш гад сам? А во-вторых, так быть... Это Гриша? Нет. Сами скажите. А во-вторых, ну, это очень гуманитарно. Отдать голос за самого хромого, косого и эмболистового. Он расслабил в этом, на очереди, послал и кричит. Это гуманно. Миша, я прошу прощения. По поводу театра, есть разные зрители. Есть зритель вашего театра, и есть зритель, который приходит на ярмарку посмотреть про Бабу Королевича. Вот амфора для тех, кто помнит Бабу Королевича. Поэтому вы здесь нельзя. Это очень точный, фиксированный на основную массу избирателей посыл. Он и вам с вами неинтересен, мы смеемся, мы хихикаем. Но люди за Уралом, те самые, про которые жили в Новосибирске, вы помните, да, они по полной... Что вы хотите сказать, что они серьезно... Я хочу сказать, что люди, которые... Я хочу сказать, что люди, которые это делают и помогают больную, что это делают, они ориентируются вот на эту категорию наших граждан. Значит, это очень красиво измельчивает. Потому что их много. Я просто процитировал некого Жириновского, который сказал, что там самый идиотный жил. Публичность какому... Поэтому я хочу фиксировать, что я как режиссер нахожусь в стилистическом тупике, потому что я не понимаю, что сегодня... Какой вдруг мне пытаются объяснить, что сегодня другое время на дворе. Вот долго. Вы должны идти до 4 марта, и вы поймете... А что ждать? Тут понятно, чем дело за... Ничего не понятно. Вам не понятно. Ничего не понятно. Вы можете подождать, когда... Поднимайте, пожалуйста, руки. Давайте поднимать руки, те, кто хочет сказать. Так, вы, кто следующий, тоже поднимите руки. Вы будете говорить? По поводу 4 марта. Тогда после. Хорошо. Мы подождали начало мечташного события. Я поделилась своим впечатлением от спектакля Николая Николаевича Губенко «Арена жизни». Вот так получилось, что этот спектакль попал не тогда, когда он был создан, а буквально месяц назад. И я смотрела этот спектакль. Это как раз... Ну, если кто-то не видел, я очень рекомендую сходить, потому что там не хватало третьего действия. То есть вот первые два действия были, а наши... Я рекомендую сходить туда с точки зрения сегодняшней политической ситуации. Потому что заканчивается там все приходом, значит, к власти Владимира Владимировича Путина. И когда я смотрела спектакль, думала, вот третьего действия не хватает. Наших выборов в Государственную Думу 4 декабря. Ну, это так, к слову, поскольку здесь деятели культуры. А вообще-то по поводу того, что политика вдруг в нашу жизнь вошла. Есть такая фраза, я не знаю, кто ее сказал, что если вы не занимаетесь политикой, то политика занимается вами. И... Бисмарк сказал. Кто? Бисмарк. Значит, тут еще... Вот это сейчас и происходит. То есть пока мы не осознали себя людьми, которые в политике кем-то являются, есть активные деятели политические, есть безразличные. Но деятели культуры, они на самом деле влияют на политику. Они ее формируют, потому что именно вы тоньше других чувствуете настроение в обществе. И на вас ориентируется большинство избирателей. И к вопросу о Чулпан Хаматовой. Я тоже думала над этим роликом и над тем, что она призывает голосовать за Владимира Владимировича. Там есть такая фраза, что Владимир Владимирович всегда держит свое слово, ни разу не было такого, чтобы он отказал в помощи фонду. Значит, это на самом деле очень трудный выбор для нее был. С одной стороны, да, она рискует лишиться, не она лично, дети, которым помогает этот фонд, они, в общем-то, рискуют своими жизнями. Но это же все-таки и нравственный выбор ее как актрисы. И ее фонд получит деньги, будет получать дальше. Сколько у нас фондов, некоммерческих организаций, которые из последних сил живут на энтузиазме, пытаются получить государственные гранты, притом понимая, что если они получат гранты из-за рубежа, то им здесь с Россией не поздоровится. Понимаете? То есть всегда, во все времена, были люди, которые выбирали свою совесть, поступали по совести, да, они становились изгоями. Я понимаю, что если руководитель работы театра не призовет своих зрителей, не призовет свой коллектив выбирать конкретную партию, он рискует лишиться средств на реконструкцию. Но это его нравственный выбор. Поэтому задумывайтесь, когда вы этот выбор делаете. Спасибо. Слушайте, давайте что, перебить вот этот разговор. Посмотрим как раз одного из художественных руководителей провинциальных театров. Это Сергей Казаков. Можем, да, сейчас показать? Да. Это Сергей Казаков, друг Пензенского театра имени Луначарского, который был построен, в котором проходила встреча с Путиным, и который стал тоже доверенным лицом кандидата Владимира Путина. Что? Он специально для встречи был построен? Нет. Он, ну, как обычно, ко встрече он был закончен, окончательно. Но он был очень раньше. Нет, построен он был, ну, там, буквально, за две недели, там, кто-то был. Он сгорел, потом он построен. За столько лет, сколько я живу, да, я первый раз встречаю такие выборы. Это просто полный идиотизм. Ну, во-первых, я рад, что я стал доверенным лицом, потому что я считаю себя Александром Матросом, по крайней мере. Знаешь, это потрясающе. Я, после того, как я на встрече заявил, что я поддерживаю премьера, на меня посыпалось столько разного дерьма. Я и жид, мохнатый, и пархатый, и сволочь, и предатель, и подонок, и предатель России. Кем только я не был. Мне даже прихотели предать анатомию и жить со света. Сказали, что наложили порчу и прочее. Полный дяди. То есть, если я говорю, что я поддерживаю, там, по-моему, Зюганова или Явлинского, я хороший человек. А если я говорю, что я поддерживаю Путина, я просто идиот. Вот что самое интересное. Поэтому, на мой взгляд, нужно просто сейчас открыто заявлять и не бояться. И для этого нужно, у меня такое ощущение, что просто быть действительно, так сказать, смелым человеком, чтобы сказать, что я открыто поддерживаю Путина. Потому что страна, на самом деле, поставлена на пустом месте, абсолютно на пустом месте, из ничего, даже проблемы для спора нет, поставлена на грани гражданской войны. У меня такое впечатление, что они хотят сделать здесь то же самое, что сделали в Египте. или с Кадапи. Я никогда не думал, никогда не думал, что я дожил до тех пор, когда в семье начнут друг другу палку выбивать. Понимаешь? Поэтому я еще раз повторяю, что я просто рад, что я стал доверенным лицом и могу открыто говорить, что я поддерживаю Путина. У меня очень много к нему прибыли, очень много вопросов по поводу сегодняшнего, настоящего, так сказать, и будущего. Но это вопросы решаемые, абсолютно решаемые вопросы. А делать из выборов, из этой ситуации идиотизм, да, и просто на границе полу все происходит, это, конечно, страшно. Я никогда не думал, что многие деятели культуры будут себя так вести, на самом деле. вот я вхожу на встречу, вхожу на встречу, говорю людям, мне из зала тут же несколько человек начинали, что я подумал, что я еврей, я говорю, ребята, обратите внимание, вот я рассказываю вам о жизни, я рассказываю о своем видении мира, да, я рассказываю о театре, рассказываю о культуре, я ни одного человека просто здесь не то, что не оскорбил, я ни одного человека даже плохо не сказал, я иду о тех, кто является оппозицией. Сейчас на ваших глазах из зала мне кричат, кто я такой, вот они, пожалуйста, методы, вот, так сказать, наши методы, мы просто говорим о том, чем мы можем помочь стране, что мы можем сделать, и вот там все кричат люди, которые всех вас просто считают идиотами. Вот она наглядная ситуация, поэтому я еще раз прошу, обращаясь ко всем, кто принимает участие в этом идиотизме, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации, думайте о своей голове, думайте не только о себе, да, и о своих амбициях, а думайте о своих детях, и самое главное, думайте, мы же все люди из культуры, думайте о будущем, культуре, о будущем нашего театра. У нас все нормально, у нас ситуация, когда мы можем развиваться, мы можем делать, что хотим, мы можем брать любые пьесы, никто нам не навязывает, никто нам не вдует, никто нам не ставит никаких условий, мы работаем в радости, мы работаем в позитиве, поэтому зачем отдаваться идиотам и делать из себя дикарей, давайте любить друг друга и дать друг другу радость, спасибо. Ну-ка представьтесь, пожалуйста. Да, я представлюсь, я представляю смежную отрасль, я учитель истории общества знания в Москве, и представляю профсоюз, правда, альтернативный профсоюз, работник образования межрегиональных, поэтому общаюсь довольно много не только с московскими коллегами, но и с учителями, в том числе и с глубинными. И я бы хотел сказать, что я вполне верю, что есть довольно много людей, которые совершенно свободно, добровольно стали доверенными лицами Путина. Ну, просто потому, что почему бы богатым, или просто как-то обеспеченным, красивым, уверенным в себе людям не поддержать другого, уверенного в себе, достаточно привлекательного, обеспечивающего в себе, да, не бедного человека. Это очень горный вопрос. В каких-то случаях, может быть, он может помочь, как бы он любит друзей, уважает эту поддержку и платит старицей. Почему бы нет? Я, кстати, абсолютно верю, что вот Катя, замечательный музыкант, она действительно вполне может прожить и без Путина, наверное, даже без России, в каком-то смысле, потому что он не стройный, как он не себе плотный. И то, что там в президентском совете хорошо быть, ну, в принципе, уже без него тоже обойтись. Вот. Дело-то вот в том, что товарищ Казаков с Пензой, мне, так сказать, мне не понравилось, как-то, что вы подписались под каждым условом, потому что он сказал странные достаточно вещи. Сначала сказал, что семьи, как бы, рушатся из-за этого, а потом сказал, они, надо полагать, госдеп, хотят здесь устроить что-то вроде Ливии. Ну, это замечательно, это прочищает мозги, когда ты понимаешь, что теща на самом деле не просто так, а подкуплена госдепом, и жена разводит с собой не потому, что ты водку пьешь и изменяешь, а потому что опять оттуда все идет. Вотрезающая человеческая интерпретация услышала. Просто пугает. Хотя я согласен, что какие-то люди, которые мы кричали, там, ты такой-сякой мудак, они вот то, о чем я говорил. То есть, собственно, вопрос дискуссии, но дискуссия появляется только в демократии, может быть, даже через гильотину, хотя я не думаю, что человек в здравом уме и даже с научными степенями будет желать гильотины. Ну, вот, как историк, могу сказать, да, действительно, дискуссия иногда через достаточно полезные вещи появляется, а у нас ее не было, потому что, в общем, о чем дискутируют, все же решено, так сказать, никто здесь их не выиграет, этот выиграет, все решено. И я бы просто хотел сказать, что, наверное, если говорить об интеллигенции, там, на букву «П», потому что она не бывает на букву «П», там вообще про другое говорилось, интеллигенции в хорошем смысле, в истинном, которые мы там едем, рассказываем, там, по 19 веку, это народная школа и так далее, то, в общем, здесь же вопрос не в том, хорошо ли ты играешь, про ты пьяно, или там поешь, или стихи читаешь, вопрос в том, ты насколько, как бы, вот о народе, потому что, вот, мы же, понимаете, мы же для людей, не просто так, и можно, конечно, петь и для «Брайтон Бич», но, в общем, здесь устроить «Брайтон Бич», когда будет 100 тысяч зрителей, может быть, у Гарова хватит, у него театр небольшой, может быть, здесь хватит, но вокруг будет это море, свет из Иваново, то есть хипстеры смеялись, а я плакал, потому что, в общем, я с этими светами в школе общаюсь каждый день, и надо просто, вот, очень мало бывает надо, надо просто немножко больше времени, но у учителя нет этих денег, чтобы он не думал о том, что бежать еще куда-то подрабатывать, классный руководитель должен получать не тысячу рублей, а должна быть отдельная ставка, классный руководитель, а у нас больше и меньше таджиков будут резать, и может быть, будет больше демократии, и вот об этих вещах не думать, будучи доверенным лицом человека, который станет распределять все деньги в этой стране, по сути, не странно, то есть, когда, Катя, вы говорите, я не в курсе 83-го закона, мы все по нему живем, мы уже живем сейчас, ведь это не просто там лицо хорошее, говорит хорошо, или красив собой, или уверен, опять же, но это, наверное, имеет значение, чтобы не пил, не курил, да, но важно, что он делает, тот же Ленин, который много, может быть, не только плохого про интеллигенцию сказал, сказал, хороший человек не профессия, скажи, что он делает, вот меня это очень интересует, поэтому я программу, кандидата читаю, я там смотрю эти результаты голосования в Думе, вот, наверное, это интересно было бы и вам тоже, то есть, как голосует Единая Россия, которая, кстати, Путина выигрывала, он этим может казаться, но, извините меня, будет Единая Россия 2, 3, 4, 5, поэтому вопрос в том, собственно, если мы интеллигенты, там, каждый на своем месте, мы, собственно, для народа, что хотим, мы хотим, чтобы сельские школы оставались, а дорога в Красную Поляну, которая, как раз, черной икрой, открытая была на сантиметр, тоньше, или мы хотим наоборот, что все было красиво, и первого канала был доволен, я, честно говоря, за второе, за первое. Можно отвечать, да? Все, спасибо. Проблема в том, вопрос хороший, хотя, извините, меня покоробило использование официальной лексики в этом уважаемом обществе, особенно от учителя, это не оправдание. Он это поделит и дружествует. Хорошо, я вам не учебное время, прошу прощения. Это лексик. Тем не менее, здесь дамы, как минимум. Вот, так я хочу сказать, главная проблема, главная проблема в том, что вы все время говорите «мы». Мы это кто? Мы народ. А вот за себя, за себя скажите, вот что лично я делаю для России? Вы, чем вы учитель, вы, что вы делаете? Это где-то наподобие столбики. Давайте мне сказать, давайте мне сказать, это риторическая формула. Вот что лично я делаю для исправления ситуации, я вам могу вам сказать. Я на всех углах кричу о том, что оркестранты в провинции получают от 4 тысяч рублей до 9. Я при любой возможности об этом говорю на всех разных уровнях, начиная от общения с педагогами детских музыкальных школ, которые говорят о том, что их сокращают, потому что у них нет контингента детей. Я очень о многом стараюсь говорить. А это один из ответов на вопрос, почему я стала доверенным лицом. Да потому, чтобы все это донести. Я путешествую по России, по регионам, очень много. От Калининграда до Петропавловска, Камчатского я везде побывала. Я общаюсь с людьми, которые преподают в этих музыкальных школах, в музыкальных училищах. Да хотя бы на Путина, до Медельщика. Пока часто вы общаетесь? Общаемся, поверьте. Все, вот это благоразумно. Вот. И Совет по культуре тоже, в общем, такое название, которое... А вот вы не были, наверное, конечно, вы не были на той встрече, на которой Тимирканов говорил о том, что если бы не грант, то он бы давно покинул Россию. Это вот, наверное, те самые баловаяшники, о которых коллега говорит. Я считаю, что это достижение, что эти гранты дали, что люди остались. Товарищ сказал, что мне все равно, где работать в России или где-нибудь, или еще на Брайтон-Вич, что я везде востребована. Ну, я тогда, не знаю, может быть, сам факт того, что я сижу здесь и нахожусь в России, у меня российский паспорт. Я никогда не делала никаких попыток уехать из России более чем на полтора месяца на гастроли. Наверное, это о чем-то говорит. Есть больше всего таких, я прошу прощения. Ну, у них не такая профессия, как у меня, наверное, которая позволяет не пользоваться русским языком. Давайте сейчас не будем обсуждать вам возможности. и у них не делала барьера. Хочу поблагодарить Екатерину, что она пришла и всех остальных. Анну Антоничу, конечно, тоже. И вас, Екатерина Васильевна. Всех, кто пришел. И единственное, что я понял, что 4-го числа не нужно вообще тени никакие выборы. Но это такой, может быть, неправильный вывод. Надо, да? Но потом расскажешь. Спасибо большое. Спасибо вам всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.